Приветствую тебя, дорогой! Я напоминаю нашим подписчикам о том, что мы сегодня общаемся с управляющим партнером Левкади Михаилом Николаевым. Миша, я тебя очень рад видеть. Я думаю, что с тобой вместе мы сегодня сделаем некую традицию. Ты как гость в эфире, когда появится очень интересный и необычный вопрос, который ты для себя отметишь, мы тому с удовольствием вручим книгу в твердом переплете, предоставим, отправим по почте в зависимости от того, где человек находится. Но это будет чисто твое решение, если ты скажешь, что да, действительно, этот вопрос был очень и очень классный и тебе было интересно на него, конечно же, отвечать. Ну, для начала давай мы напомним всем нашим тем, кто присоединился или те, кто сейчас будет выходить в эфир слушать нас. Напомним, что Левкадия, то есть до сегодняшней долина Левкадия, которая владеет порядка 250 гектар сегодня, да, у вас? Ну, в долине, да, в Апелласьоне, да. В Апелласьоне, да. У нас чуть-чуть поменьше, у нас 210, получается. Понятно. Ну, это у нас Кубань, это Крымск, Крымский район, поселок Молдавановка, да, правильно? Молдаванское. Молдаванское, да. Да, да, да. Село Молдаванское. Я хочу отметить то, что потрясающее место, уникальный ресторан, домашний такой весь, очень вкусно, очень хороший гостевой дом. И все, кто приезжают в долину Левкадия, те, кто уже были, смогли оценить, а те, кто еще не был. Я надеюсь, что в ближайшее время, когда все откроется, вы сможете посетить Левкадию и увидеть своими глазами, и попробовать, конечно, все, что там лучшее делается. Миша, ну, я бы хотел тебе задать несколько вопросов для начала. Во-первых, хотел узнать, как в это время вы обходитесь, что у вас происходит. Вы на домашнем карантине, насколько я понимаю, да? Ну да, видно по моему такому полудетскому, полурабочему пространству. Я нахожусь в Москве, мой отец находится как раз там, в Левкадии. Мы так разделились. И, в принципе, сама винодельня, даже обе винодельня не работают в таком ограниченном режиме, потому что мы пищевое производство, то есть мы, как любые психозпроизводители, имеем и возможность, и право как раз работать. Основные работы, они на виноградниках. Понятно, что сейчас на винодельне особо ничего нету, но на виноградниках каждый день есть много-много чего, и, соответственно, это невозможно приостанавливать. Единственное, что как бы обнадеживает, то, что на виноградниках все работы, они без такого, без массового контакта. Люди отдельно какие-то операции проводят на своих участках, если проезжает там трактор. Понятно, что общение, оно минимизируемое, но это всегда так было. И мы как бы стараемся просто соблюдать некую логику для того, чтобы все были в безопасности. Но неизбежно, что виноградники, они не ждут, и они не совсем понимают такую концепцию, как карантин. Конечно, это очень важно, и, конечно же, очень хотелось бы, чтобы как можно быстрее все закончилось, можно было бы приезжать к вам, можно было бы нормально жить, как нормальной жизнью. И расскажи, пожалуйста, у вас же еще на сегодняшний день не Саук-Даре, правильно? В прошлом году мы не смогли попасть к вам туда, на Саук-Даре, потому что у вас там идет реструктуризация, реконструкция и так далее. В этом году вы будете открыты для посещения или все-таки пока еще... Я думаю, что, если честно, особенно учитывая, что происходит сейчас, где мы вот на месяца полтора-два однозначно двигаемся с графика, этим летом полноценный туристический маршрут не будет открыть. Вот меня очень попросили, чтобы какие-то там туры проводились просто там на предприятии, как такой, может быть, ознакомительный с процессом стройки, нежели непосредственно с итоговым продуктом. И насколько это будет этим летом, не знаю, потому что стройка идет, и в основном эта стройка, это такая достаточно, ну, нечистая работа. Надо стены сносить, чистить плитку. Это очень такая пыльная история. Поэтому на Саук-Даре мы как-то пытаемся ограничивать. И, в принципе, вот последние пару лет вообще остановили, и в этом году будем однозначно ограничивать. Мне бы хотелось, чтобы видели итоговый продукт, к чему это, в конце концов, придет, потому что все вот эти промежуточные решения, они, мне кажется, не позитивно повлияют к пониманию, что мы там делаем. И если профессионалу еще более-менее понятно, насколько даже в таком творческом бардаке можно работать, то обычному потребителю, конечно же, это будет казаться немножко прям хаотичным. Слушай, ну, насколько я понимаю, вот те проекты, которые у вас были раньше, я имею в виду с едой связанные, да, в частности, известный сыр Левкадия там и так далее, он сегодня сохранился, были же какие-то моменты, потому что мне задавали вопросы, спрашивали, можно узнать по поводу сыров, какая дальнейшая судьба и так далее? Ну, с сырами ситуация немножко иная. Мы в 2018 году в мае продали контрольный пакет другой компании, это подмосковный молочный сырный производитель. Вместе с ними мы собирались как раз строить большой подмосковный проект, как раз здесь Митров, который находится чуть на северо-западе от Москвы подальше. Так вот, там должен был быть сырный кластер, но в итоге этот проект как-то не реализовался, и мы сейчас в таком подвешенном состоянии вместе с партнерами. Я не занимаюсь как раз сырным всем вопросом, потому что у них и контрольный пакет, у них и управление, и пока все и осталось. Вот с того момента, как мы последний раз виделись, так все и осталось. Мы, как бы, причастность к сыру имеем такую очень, правильно сказать, посредственную, потому что ни управление, ни финансирование, ни какие-то там решения, которые принимают на партнер. Мы там остались только, чтобы, по сути, софинансировать развитие, но это пока что на какой-то паузе. Поэтому какие дальнейшие развития будут, не знаю. Вот честно, даже стараюсь не вникать, это вот совсем другое направление, и сейчас я в основном погружен только в вино. Понятно. Скажи, а вот та идея, которая у вас была, насколько я помню, Саук-Даре больше будет выпускать игристые вины, да? Да, у нас была такая идея. Это идея, когда мы приобретали из банкротства хозяйство, учитывая, что там есть вот эти туннели, и понятно, что в современном мире никто уже такие туннели строить не собирается. Но вот это естественный микроклимат, естественное преимущество. Надо, конечно же, было использовать, может быть, по-другому, начинать более такой обширный проект по игрительским раньше. Мы, не знаю, мы приняли определенные решения тогда, чтобы сохранить бренд тихих вин. Сейчас мы в процессе, можно правильно сказать, в процессе итоговой трансформации. То есть тихие вина будут сохранены в очень ограниченном количестве. Это будут, скорее всего, четыре вина, из которых два сухих, один айсвайный, и одно будет игристое под брендом Саук-Даре. В основном мы будем развивать как раз проект по игрисным. Это будут разные бренды, разные виноградники. Как вы знаете, у нас есть и миллион. Это наш первый проект по игрисным видам, который мы начинали в 2011 году. Десятый винтаж. И после него, как-то натренировавшись и понявшись немножко, что мы можем, что получается, что нет, запустили проект Акратафорны. Это под брендом Ликуре, который мы как раз контракт наделаем у соседей. И параллельно сейчас уже как второй год делаем тихие и игристое под новыми брендами. которые будут в ближайшее время выходить на рынок. Но акцент опять же будет на игрис составляющей в этих брендах. Это классика будет. Это будет классика разного лотовства выдержки. 12, 15, 24 месяца. 36 может быть тоже появится. Но мы будем развивать именно это направление долины. Опять же, для меня, когда мы начинали, говорили, что проекта Левкадия, долина Левкадия – это территория. И как территория мы, во-первых, не единственный брендодержатель, который планирует делать игристое вино собственных виноградников. Компания Мантра, наши соседи по долине, также в этом году заложили свои первые 5000 бутылок классического игристое из Шардоне. А мантру кто делает? Извини, пожалуйста, кто мантру делает? В каком смысле кто мантру делает? Кто вино делает? Вот они заложили. Кто делал винификацию? А, винификацию контрактную делаем мы. Да, контракт делаем мы. Это их виноградники. Соответственно, они нас контрактировали для того, чтобы мы занимались виноградниками и для того, чтобы мы делали винификацию. Там какое-то время шло обсуждение, что у них будет консультант отдельный. Но пока что они никого стороннего не привлекали. Но у них же нет еще своей виноградни, поэтому на вашей базе это все и делают. Ну, идея в том, что учитывая российские законы, которые ты хорошо знаешь, строить собственную винограднию это очень большие затраты и не всегда логичны. Потому что учитывая то количество виноградников, которые у них есть, там 12 гектар, а собственная виноградния такого уровня, с таким оборудованием и с таким возможностью, конечно, это немножко нерациональное решение. А контрактная винификация, которая так часто практикуется в новом свете, то есть в Штатах, в Австралии, она намного логичнее и в российских реалиях. То есть они там сдают нам виноград, по сути, продают, правильно сказать. И дальше мы это для них как-то винифицируем, перерабатываем по их запросу, выдерживаем, это все уже такое кастомизированное решение. И дальше, как это выпускается, по каким ценам, кому это продается, это уже скорее их решение. Понятно. Скажи, пожалуйста, какое количество хозяйств на территории долины Левкаде на сегодняшний день есть и мы увидим что-то новое? Вы все равно будете заниматься? То также винификацией других этих хозяйств, которые у вас расположены там? Ну, дальнейшее развитие, честно говоря, сложно предугадать, потому что сейчас, когда мы начинали процесс продажи в 2017 году, была, может быть, одна картинка, сейчас намного больше интереса. Может быть, появится новый винодельный, может быть, в конце концов изменится законодательство, хоть не уверен. Но в целом сейчас получается, помимо нас, еще четыре разных землевладельца, у которых есть виноградники. У кого-то они плодоносящие, кто-то вот буквально недавно купил еще один участок, на один из новых в этом году присоединился. Поэтому потихонечку там присоединяются разные по размеру землевладельцев, соседей. Мы надеемся, может быть, когда уже будет критическая масса, тогда мы потихонечку уйдем от управления самим брендом. Потому что бренд Долин Левкадия, мы хотим его ставить как бренд территории, бренд ЗНМП, и чтобы он как раз был таким объединяющим, общим для нас всех элементом. Ну, это хорошая идея, вы большие молодцы по поводу Долины Левкадия, об этом многие говорят. Здесь очень интересный вопрос. Добрый день. Будет ли линейка коллекции «Холостяка» переименована в «Счастливый отец»? Ну, хороший вопрос. Я думаю, что не будет она переименована, потому что я понимаю, как она звучит по-русски, там очень конкретная коннотация, но идея мне пришла с этим названием скорее на английском, «The Bachelor Collection». И для меня это вино скорее, я бы сказал, сказал бы, это наши первые вина, которые, с одной стороны, были моносортовые, и с другой стороны, они с такими особняком стоят как самодостаточными, я бы правильно сказал. И понятно, что были там и шутки внутри семьи, может быть, я это передам своему младшему брату, но младший брат пока не хочет этим заниматься, он так отмекивается от темы виноделия. Это понятно, ему только 18 лет, так что это немножко не его. Но изменится, конечно же, и сортовой состав. В итоге, спустя много лет, я решил отказаться от Пино-Нуара и Кабернефрана. И вот Пино-Нуар и Кабернефрана, они перейдут совместно с отцом у нас проект. А останется только Сераевьяне, такая ромская пара, которая мне очень близко по душе, вот именно непосредственно два участка, которые вот я уже чувствую, мне легче из года в год делать и понятнее, мне кажется, для всех. Ясно. Еще будем к этому вопросу по поводу сортов и так далее. Я буду возвращаться. Есть вопрос от Константина Зубкова, Замелье. Почему у Левкадии у многих российских виноделин постоянные проблемы с импортерами? Не связано ли это просто с тем, что импортеры берут в портфель ВИНа, чтобы закрыть определенный пробел сегмента? Ну, я думаю, что у всех разные проблемы. Единственная схожая проблема, которая есть на рынке, я это воспринимаю как проблему, не знаю, насколько... По другой стороне баррикады, конечно, здесь другое мнение. Мне кажется, что ценовые модели, которые используются, они очень тяжелые для восприятия российского потребителя. То есть, с одной стороны, российский потребитель хочет получить вино, которое сделано в России, оно должно быть заведено, по его пониманию, дешевле, чем импортное. И параллельно, с другой стороны, у производителя есть четкая себестоимость, которая будет выше очень часто, чем то, что можно будет купить за рубежом. И получается, что мы не можем уходить ниже по цене, а он не хочет это покупать дороже определенной цены. И тут посередине как раз вот это логистическое теледистрибуционное звено импортерок, оно начинает терять смысл. То есть, вот эта маржу, которая себя забирает дистрибутор-импортер, она слишком непонятная, правильно сказать, для потребителя, и неподъемная для производителя. Хорошо, а какую ты идеальную схему видишь в данном случае, если говорить о ваших винох, отношения с импортером? Это чисто технический импортер или же это с логистикой? Ну, моё мнение, что российские вино, будем честны, сами себя не продают, и большинство дистрибуторов, ну, я бы даже сказал так, не очень хотят их продавать, потому что они не до конца понимают, кому и как это делать. И они часто говорят, мы хотим больше присутствия непосредственно самого производителя. Вот вы делаете больше активности онлайн, больше появляетесь, сделаете больше ужинов. Но нужно понимать, что у производителя в России нет вот этой маржинальности из-за вот как раз, что я говорю, рамок, которые связаны с восприятием цены со стороны потребителя и с высокой себестоимости производственной со стороны производителя. Там нет вот этой маркетинговой маржи, что мы постоянно проводили ужины, и мы постоянно проводили там, не знаю, какие-то шикарные ивенты и прочее. И получается, что, ну, как правильно сказать это, чтобы никого не обидеть, но правильно сказать то, что мы должны делать некую работу, которая кем-то должна в итоге быть оплачена. И дистрибутор, он не видит, что эту работу должен в основном делать производитель и не готов вот этой своей моделью, своей маржинальностью делиться с производителем. Есть почти у всех дистрибуторов, с которыми я общался, всегда есть некий костяк людей, некая команда, которая реально заинтересована продавать российские вина, может быть, не только наши вина, но в целом вот этот костяк – это единственные люди, которые что-то реально делают в поле. Остальные как-то по накатанной двигаются. Понятно, что уже многие годы продвижения разных европейских стран, они свое дело делают. Когда ты в долгом индустрии, ты начинаешь видеть, что есть отличные португальские вина и отличные испанские вина, но они продаются дешевле, чем посредственно итальянские вина. Почему? Потому что есть уже некая история продвижения как раз Италии в целом и работы дистрибуторов в России, которые делают продажу этих вин более поточной, более простой. И для большинства менеджеров это просто реалии рынка. Зачем им дополнительные усилия делать с российским вином, когда за это дополнительно не платят? И импортер на этом дополнительные деньги не сможет заработать. Поэтому, как это поменяется, извиняюсь, может не ответил на вопрос, как я вижу идеальные отношения. По мне идеальные отношения это, когда есть определенная фиксированная стоимость обработки бутылки, а не процент. Потому что, ну будем честны, продаешь ты бутылку за 300 или за 3000, я имею в виду как импортер, а когда речь идет о российском мине, там у тебя нету тех костов и тех проблем. Логистическое плечо минимально. У меня там заказы от импортеров по 42 бутылки на поставку. Такого невозможно делать с европейским вином. Нужно привозить сразу палетами, нужно привозить каким-то объемом. Так вот, логистического плечо нет. Нету рисков финансовых, точки зрения именно хеджирования каких-то валютных рисков. Намного короче плечо. Очень удобно работать. И если дистрибуторы или импортеры найдут в себе там желание или силу как-то рассматривать обработку бутылки вина как что-то фиксированное, а дальше вот эта разница в цене, она пойдет производителю, ее вы сможете управлять в продвижении, тогда реально мы сможем увидеть доступные российские вина, хорошего качества, и у производителя хватит маржинальности, чтобы заниматься их продвижением. Сколько у тебя сейчас дистрибьюторов? Ну, у меня непосредственно их три, можно сказать. Но если мы смотрим на всю долину, их чуть-чуть побольше. Потому что какие-то вещи, когда я говорю у меня, это вот наши с отцом проекты, а есть еще проекты наших соседей. Но какие-то проекты мы там раскидываем, и нашим дистрибьюторам какие-то они делают сами по себе. На меру продают сами по себе. Понятно, как раз еще Костя задает вопрос, почему такие проблемы с амбассадорами? Практика показывает, что лучший маркетинг – это когда сам винодел популяризирует свое вино. В принципе, логично, конечно, лучше винодела, по-моему, ничего не может быть. Но с амбассадорами почему такая проблема? Как ты думаешь? Я думаю, что, возвращаясь к теме того, что это не проблема, это просто реалии рынка, что российское вино, оно в такой очень зачаточной фазе находится. Не так много производителей, не так понятна картинка в целом. Вот мы комментировали, ты знаешь, даже в рамках этих всех таких общих отраслевых собраний, нет ни одного сайта, ни от кого, где понятны, какие винные регионы есть в России, какие в этих регионах сорта, какие там, условно, есть стилистики, какие в этих регионах есть производители. Нет ни одного реально хорошего доступного ресурса. И большинство амбассадоров – это реально энтузиасты, которые в какой-то момент, мне кажется, устают, по-другому не скажешь, потому что очень много, может быть, на них негатива двигается. Поэтому я бы не сказал, что это. Это просто вопрос времени. Миш, скажи, пожалуйста, такую вещь. А вот я так понимаю, что за последние годы ты, конечно, очень сильно погрузился в виноделье. Ты сам, я знаю, что ты сам очень много экспериментируешься, интересуешься и так далее. Вопрос. А кто сейчас у тебя винодел? Тут спрашивали, куда делался Неборский. Ну, Неборский дальше пошел. Кто сейчас у тебя винодел и что стоит ожидать? Насколько я понимаю, у тебя есть уже руки, а ты являешься головой. Потому что раньше, конечно, Царство Небесное Патрик Леон, он тоже внес достаточно большой вклад в развитие той же Левкадии, имени Левкадии. Мы на нашем мероприятии пробовали много интересного вина с точки зрения того, что делал Патрик Леон из вашего винограда. Кто сейчас этим занимается, что будет дальше происходить и что вы делаете с экспериментами вашими, новые сорта и так далее, чтобы наши подписчики могли бы хотя бы буквально так вот узнать. Ну, начнем как бы с простого ответа. У нас был Роман, он был главным виноделом по-тихому. Главным виноделом по-тихому. И он как раз выполнял эту роль в переходный период, когда уже Патрику было тяжело прилетать. Соответственно, он уже где-то с 17-го года, ему становилось хуже и хуже, к сожалению. И вот уже в 18-м году он ушел. Поэтому главным виноделом являлся Рома. И с ним работали Ирина и Катерина, которых, знаешь, такие замечательные девушки, в которых я очень верю, как виноделы в том числе отдельно. Так вот, он занимался тихими, а Сергей Ивашенко занимался игристами. Сергей вот где-то с 15-го, ну, полноценно с 16-го, до этого где-то с 15-го занимается игристами винами полностью. И сейчас, когда как раз Роман ушел в другой проект, по собственному желанию и по собственной инициативе, правильно сказать, его как раз два цеха, которым он заведовал, один, который находится в поселке Сабдре, другой, который находится в селе Малаванское, они были поделены между Ириной и Катериной, которые продолжают заниматься тихими, как и занимались, и Сергей продолжает заниматься игристами. Единственная, может быть, там, разница, да, я начал принимать уже где-то, может быть, с 17-го, 18-го года, когда Патрик потихонечку меньше и меньше в этом участвовал, я начал брать какие-то образные правления с точки зрения определения блендов, и понятно, что любое вино, ну, почти любое вино, это некий бленд разных бочек, разных инкостей, и в этом, конечно, были фантастические мозги Патрика, не только в самой винификации, но в том числе и с подбором вот общей картинки для каждого вина. И я вот начал этим заниматься, сейчас этим занимаюсь уже полноценно, в тихих винох, но в игристых, я только начинаю, честно сказать, в игристых винох, конечно же, Сергей намного больше рулит, я там выступаю скорее таким более финансовским идеологом. Да, и, может быть, итоговые бленды утверждаю, какие-то вещи постараюсь для себя понять вначале, потому что это совсем другой мир, будем честны, и надо понимать, что каждый Тервор очень разный, и даже почему, вот одна из причин, мы расстались с Рудольфом, мы не видели, мне кажется, ни Рудольф, ни мы немножко не видели его роль в рамках проекта, он это видел с одной стороны, мы это немножко видели по-другому, и в итоге казалось бы, что технически мы научились делать вино, нам кажется, по крайней мере, игристое, а дальше уже надо научиться делать что-то новое, то есть научились ходить, надо научиться бежать. Миш, когда ты раньше учился там, где ты учился, получал образование и так далее, ты вообще думал о том, что ты будешь заниматься виноделием? Нет, нет, честно, вот у меня была идея, когда я еще учился заниматься пивоварением, потому что я вот, когда учился в Штатах, в университете Пенсильвании, там достаточно развитая культура, именно в штате Пенсильвания, культура крафтового пивоварения, там есть несколько таких знаковых проектов для США, и у меня, один из моих профессоров, он как раз инвестировал, и достаточно успешно, стал миллионером, инвестировал в одну из таких крафтовых пивоварений, и он открыл, ну, правильно сказать, он инвестировал в такой аналогичный проект в Китае, и это было 7-8 лет назад, и мы тогда с ним договорились, что давай, почему не сделать такое же в России? В России огромный рынок пива, поразительно, что это из топ-10 рынков пива единственный, где очень маленькое присутствие крафтов в пивоварении, опять же, связанное с нашими великими законами, так вот, и я изначально хотел заниматься этим, и как-то вот, учитывая, что они близко, и учитывая, что мне не хватало тогда денег, чтобы полностью инвестировать в эту крафтовую пивоварню, я договорился с отцом, чтобы по работе, и это как-то потихонечку втягивает. Мир достаточно похожий, вино, в отличие от пива, так философски и психологически очень сложный продукт, потому что у тебя один винтаж, и ты, там, любые изменения, которые можешь произвести на винограднике, они требуют очень много времени, минимум два года, может быть, даже пять лет. С пивом, конечно же, проще, ты покупаешь солод, покупаешь хмель, можешь варить хоть каждый день, день и ночь, что-то не получается, и ты вот эти итерации делаешь. Понятно, что великое пиво, оно делается однозначно уже с некой тервуарностью, то есть это должны быть уникальные дрожжи, должен быть уникальный хмель, может быть, сам должен делать этот солод, должна быть уникальная вода, но это как бы уже высший пилотаж. А я как-то до этого не дошел, пока что вот немножко мы варим, конечно же, и те, кто приезжает в Каде, могли даже попробовать последний годик некоторые наши эксперименты, но в целом вино, оно как-то, ну не знаю, более благородное и более сложное, и пока у меня есть время, то есть я считаю себя достаточно молодым, я думаю, что вино, оно хорошо очень учит работать, это учит мне суетиться. Я раньше был намного более суетливым, сейчас стараюсь быть намного более последствием. Понятно. Михаил, является ли для вас глобальное потепление проблемой для вина? Уровень спирта растет во всех винах, как-никак. Ну, начнем с первого. Уровень спирта для меня, это как бы великая дискуссия по поводу хорошо ли это или плохо, или это просто есть. Так вот, для меня главная задача вине – это баланс. Если вино по бумаге очень спиритозное, но там есть баланс с точки зрения тела, с точки зрения сахариста, кислотности и прочее, это не будет так сильно чувствоваться. И здесь, поэтому уровень спирта – это не так страшно. Страшно, когда его нету и когда это дисбаланс. Потому что было бы хуже, если бы у нас не вызревало, нежели то, что происходит сейчас. Это раз. Два – потепление – это проблема, но там, где мы находимся, а это предгорная зона, мы же достаточно далеко от моря по сравнению с другими российскими производителями. Мы вот, прям, можем назвать даже горное виноделие до России. У нас намного более влажный климат, намного более там прохладный, в конце концов, контрастный. И для нас, наоборот, это потепление плюс для таких сортов, как сера и вьяне, мои любимые, как в рамках проекта «Колостико». Это плюс для таких сортов, как пинануар, у которого не было такой хорошей защиты от морозов, как почему-то у других сортов. Поэтому для меня пока что это все хорошо выглядит. Единственное, да, есть проблемы с засухой. Ее раньше вообще не было. Она есть, ну, это часто видно на прибрежных зонах, там, южный берег Крыма, или как раз Таманские и Краснодарские зоны. Мне кажется, что мы однозначно будем переходить на каплю по отдельным виноградникам. Хоть это философски не очень хорошо, но есть отдельные виноградники, которые мы бы хотели сохранить именно без стресса водяного. Потому что это те сорта, которые я называю некрестьянские, и для них водяной стресс – это просто плохо. Есть крестьянские сорта, условно, как, не знаю, при рате запрещено ставить каплю. Но для меня это логично, потому что кореняны и гренаши, они должны как-то страдать по-другому, а не засухоустойчивые. А вот то, что, там, не знаю, савиньон блан или рислинг, когда у тебя засуха, это просто очень банальное вино. Скажи, а на сегодняшний день средний возраст лозы у вас где-то порядка 10-12 лет, да? Вы уже такой взрослый. Смотря какой. То есть есть ленародник, который мы сажали в 2007-1989-2011, то есть там, словно, средний возраст 10 лет. Есть ленародник, который мы приобретали, когда мы приобретали Сокдере, которые были посажены в 2007 году также, то есть им уже там 13 лет. Есть, например, грузинские, как и финские сорта, которые мы привозили, и мы сажали в 2014 году. А есть вообще гибриды, которые мы сажали в 2018 году. Поэтому у них там, например, будет первый урожай в этом году. И тут понятно, что средний возраст большинства вин, они уже делаются там 7 лет плюс. То есть это все зрелые виноградники. Понятно. А от каких сортов вы избавились? Выкорчевывали вообще? Ну, много. Много. Если начать с белых, это Грюнер, Траминер, Шененблан. Так, 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 так. Ну, мы в участке и Шардоне, в участке и Виане избавлялись, в участке ристинга. Дальше из красных это Гренаж ушел, Сан-Джовезе ушел. Он даже не год не в платных сил. Ну вот. Ушел Карменер. Очень жаль, но ушел. Ну, не растет. Не дает того, чего хотел. Не, он получался, но в 15-м году, когда были сильные морозы, это был конечный год для многих. Вот то, что вначале ушло там условно Гренаж, это потому, что он был не в той зоне. И, к сожалению, почему-то наши соседи в более прибрежных зонах России не сажают Гренаж. Мне кажется, прям потерянный шанс не сажать Гренаж в Нили-Джуке или там на южном берегу Крыма. Гренаж, Мурведер или там Сирап. Так вот, последний такой, я бы сказал, виноградник, который для меня был проблемным, мы выкорчевали в 2018 году. Это были последние кусочки Мерло, Сира, прям, то, что не хотелось, потому что оно из года в год было, оно из года в год выживало, но потом мы решили, что нет. Причем вопрос выживания я бы связывал не только исключительно с сортом, в том числе есть отдельно у нас микрозоны, которые значительно более прохладные, чем другие. А тут 2 градуса, это уже большая разница. Плюс еще есть момент, что мы сажали очень экспериментально по подвоям. Да, как бы с умом, но были моменты очень спорные. Жиль, конечно, любитель таких экспериментов, и мы для наших французских консультантов являемся в том числе такой экспериментальной овечкой. Так вот, некоторые вещи, которые сажались, ну, они реально спорные. Один из них это Сан-Жуэзе, для примера, потому что вот как-то казалось, то, что пойдет. Ну, понятно. Что для вас за последнее время стало самым сильным холодным душем? Вопросительный знак. Самым сильным холодным душем? Да. Из собственного винограда мне в последнее время, конечно же, в конце концов, удивил Пину Нуар, потому что я не возлагал и продолжаю не возлагать надежды на Пину Нуар. Не только у нас, но особенно то, что вообще я ближе к морю. Для меня это сорт, который не подходит для таких с точки зрения солнца, климатических условий. Для него нужны немножко другие условия по мне. Так вот, то, что мы переформировали Пину Нуар и начались немножко по-другому работать и использовали совсем другую бочку в этом как раз венгерской дуб. И здесь мне, конечно, это поразило, что ух, наконец-то отлично. Также для меня было холодным душем то, что Патрик, царство, конечно, ему небесное, немножко в моем понимании не не до конца хорошо работал с Шардоне по отдельным участкам. Есть участок, который находится на Звесняково горе и он всегда по-патриковски он как бы ему не нравился, он как-то вот уходил, как говорится, более низкий по уровню ассамбляжа в его понимании. И в этом году наконец-то мы совсем его сделали по-другому и это реально классно. Ну, то, что мне реально нравится, это стопроцентное брожение в бетонном яйце. Патрик, кстати, не очень эти яйца использовал для брожения, он в основном использует ассамбляжа, а мы сейчас перешли на активно использовать их для брожения, то есть на полном осадке в Савиньон Блан, Шардоне, в Савиньон Гри. И нам очень-очень нравятся результаты вот этих яиц, потому что мы ищем что-то другое, нежели там, искал в вине Патрик или там, может быть, в том числе мой отец. В конце концов, они вместе создавали этот проект, у него был изначальный почерк, а сейчас какие-то новые вещи, ну, старые, но новые вещи мы для себя открываем немножко по-другому. Холодный душ для меня, который был не из нашего винограда, потому что мы же покупаем виноград в Кае, и я не скрываю это. Так вот, буквально недавно попробовал винификацию Мурведра, не скажу, кого купил, но, я думаю, быстро можно догадаться, и мне поразило, как это может быть интересно. Я, в принципе, очень люблю Мунастрель, очень люблю Мурведр. Мне кажется, вот как раз хотелось бы больше видеть такого виноградника в России, ну, по крайней мере, такого вина по стилю, потому что, мне кажется, русскому потребителю такое бы очень понравилось. Тут задают вопрос, а ведь был замысел делать пиво в долине, вроде перед Октоберфест в долине 2018 года был анонс такой, и второй вопрос, Николай, планируете ли потом заняться пивом? Вернее, Михаил, планируется ли потом заняться пивом? назвать меня Николаем. Ну, смотри, пиво мы делаем. Единственное, как всегда бывает в семейном предприятии, у нас расхождение с моим отцом по поводу, какое пиво мы хотим делать, и только один небольшой аппаратик, чтобы это варить. Поэтому мы как-то вот по очереди делаем одну варку в одной стилистике, другую варку в другой стилистике. Я вот сейчас под брендом Мишка в лесу, это как раз мой будущий и существующий бренд пива. Мишка в лесу. Мишка в лесу, да, так называется. Так вот, Мишка в лесу, мне нравится сейчас портер, это единственное, что мне кажется, у нас реально получилось. И мой отец сделал проект ее пиво, это бельгийские стили, вот оно будет немножко другое. Поэтому два пива однозначно будут в ближайшее время. Понятно. Планируете ли вы расширяться? Расширяться в каком смысле? Как не совсем понимаю вопрос. Если расширяться по посадкам виноградника, мы будем расширяться, потому что, во-первых, сажают наши соседи, и во-вторых, нам нужно сажать больше, потому что на сегодняшнем России уже наблюдается нехватка винограда благодаря, конечно, закону о вине и вот уходу с рынка, надеюсь, ближайшему уходу с рынка вот этих псевдороссийских вин, то, что разливалось под брендом, что это российское, но в реале это импортное было. Так вот, есть рынок винограда, мы научились в принципе работать более-менее в адекватной себестоимости, учитывая, что уже есть большой опыт. И мы будем сажать в этом году и будем сажать в следующем году в этом году достаточно для нас обширные посадки, то есть мы где-то гектар, по-моему, 12 планируем посадить, там и Мальбек, там и Питивердо, там еще Пино, там будет еще Мерло, там будет еще Шардоне, то есть будут такие дополнительные участки, которые мы выкорчевывали раньше, после оздоровления, вот как раз мы будем высаживать на винограде. Где будете брать? Ну, мы берем сажен, как традиционно мы берем у Мерсье, мы их еще брали раньше в питомнике Чида в Австрии, все, что мы брали у Чида, мы в итоге его корчевывали, почему? Могу сказать, что не понравилось, один из них был заражен раком, и это, конечно, сильно досадно, но остальные два просто не понравились, и вот как-то клоновая селекция, то есть тот выбор клонов, который есть у Мерсье, и может быть это как-то немножко навязано нами, в том числе Жилем, но у нас хороший опыт, не надо, я думаю, менять лошадку здесь, поэтому сами мы сами же еще размножаем у себя Кавернефран и Саперави, потому что Саперави мы не можем купить, и у нас есть запрос у соседей, которые, кстати, у себя двое соседей посадили Саперави, которые мы сами размножали и прививали, правильно сказать, но не суть, и дальше еще мы продолжаем делать Кавернефран, потому что мы не можем получить этот клон больше, не можем его купить у Мерсье, он постоянно аутусток, и там нереально делают заказ, он слишком популярный. Ну, Кавернефран очень хорошо там получается, я считаю, что он будет у вас очень крутой. Шардоне в Бетоне из какого года? 2018-го, да, вот это мой новый проект, там будет все про Шардоне пино называется, там будет тихий Шардоне, тихий пино и игристый. цваны выращиваете на своих виноградниках? Или он растет ваших партнеров? Нет, у нас есть цваны свой, есть цваны у компании Легато. Наши цваны 2014-го года посадки, цваны Легато, по-моему, 2017-го. Да, так что и у нас тоже, и у них тоже. Так, Пархат Надалия спрашивает, все-таки какие сорта в Молдаванском дают стабильно высокого качества виноград? Ну, стабильно высокое качество – это тема очень такая интересная. Стабильно высокое качество – это много, что дает стабильно высокое качество. И Советон Блан, в моем понимании, Шардоне дает высокое качество стабильно, стабильно Каберне-Франц, стабильно Питивердо, стабильно Сира, несмотря на заморске, который бывает, Сира пока что не было одного года, когда он реально разочаровывал. И что еще там, стабильно, высокое. Бенея, в принципе, достаточно стабильный. То, что не было стабильным, мы от этого избавились. Нету сейчас спорных участков, которые нестабильны. Это просто самоубийство в России. Шамиль Алиев спрашивает, это Дербинская геннадийская компания, какой, по вашему мнению, сорт в рент белый, красный отражает вашу зону террора? Ну, я долгие годы думал, что мы территория Кабернефрана, потому что часто мыслишь некими аналогами и некой стилистикой. И вот понятно, что Кабернефран, он самый морозостойчив у нас получается, это точно. Но здесь есть некая запятая, он просто на участках, которые сами по себе достаточно, ну, теплые, правильно сказать. Это раз. Так вот, с годами, вот если мыслить аналогами, мне кажется, что мы пришли к пониманию, что мы близки к зоне Трентину, мы близки вот как раз вот к такой северо-восточной Италии, с точки зрения характера вин. И поэтому и Шардоне, и Савиньон Блан, они так хорошо получаются, и как бы в таком трентиновском стиле Мерло и Кабернефран, все вот немножко, если мыслить какие-то сравнения, то скорее вот ближе к той зоне. И тут знаковые для меня являются Кабернефран и Мерло, но только потому, что это то, это, во-первых, очень хорошие клоны, очень хорошие участки, и понятно, что из них получается, ну, возможно, наши лучшие вина среди красных, и поэтому вот они как-то из года в год хорошо себя показывают. Добрый вечер, как вы относитесь к органике и биодинамике? Планируете ли выпускать органические вина? Ну, органические вина мы однозначно планируем, вопрос в том, что это очень длительный процесс, где-то лет 8 потребуется, и мне кажется, что как раз хорошо задали вопрос по таким углом, потому что это совсем два разных вопроса. Органика, то есть, как я воспринимаю органики, это когда на винограднике нет ничего неестественного для природы, вот, скажем, нет никаких химических соединений, которые виноградник не мог бы встретить сам по себе, не знаю, окисленного железа, или, не знаю, там, какой-то там кальция в виде костной муки. Это не означает, что ты не можешь эти вещи добавлять, просто, если ты добавляешь железо, не надо добавлять это, не знаю, не каким-то там каплями, это можно добавлять кисленного железа, мы добавляем костную муку, мы добавляем компост, и это то, что называется такой устойчивый менеджмент виноградника, или, там, как это называют, жизнь, называют это жизнь в гармонии, это своя теория, которая намешана идеей органики с идеями биодинамики, и там, с другими идеями, так вот, жизнь в гармонии, где мы пытаемся максимально, чтобы росли грибочки, уставленного виноградника, потому что, если там есть грибы, тогда ничего другого нет, и они их защищают естественным образом, мы вот эти все вещи практикуем уже, ну, активно с 2014 года, по поводу биодинамики, как я уже говорил, в рамках жизни в гармонии, там, некоторые биодинамические принципы, как, условно, важность фазы луны, они, безусловно, для нас очень важны, и эта логика очень простая, как бы, виноградник, как и мы, а мы, безусловно, под воздействием луны, и мы пытаемся соблюдать вот эти фазы в рамках, там, обрезки, определенных операций, но закапывать урок или вносить пятисотую смесь, это уже совсем другой шаг, это для меня больше про веру, нежели про естественность или жизнь в гармонии, это уже что-то другое, и вот здесь, я пытаюсь уговорить одних соседей, которые там присматриваются к этой идее, но просто из-за того, что они так много плохих биодинамических вин пробовали, у них как-то нету понимания, что в реале есть хорошие биодинамические вина, и мне приходится говорить, ребята, родерер-то, биодинамический, ну, я не знаю, там, вам же нравится, они говорят, а, да, мы не знали, обычно мы думали, биодинамика, это какая-то там летучка и кислятина, поэтому, ну, может быть, у них, учитывая, что у них детственные виноградники, да, и они в участке, где вообще даже виноградников не было в советское время, то та зона может быть, я не так, близко, правильно сказать, то в той зоне я их насильно пытаюсь уговаривать, чтобы они как-то вот закапали у себя рог и попробовали, потому что, знаете, никогда не знаешь, пока не попробуешь, и, может быть, есть вот это, это важный элемент, вот эта вера. Интересный вопрос, по какому принципу вы продали виноградники проекту Мантра? Ну, по принципу коммерческому есть, у нас такая, у нас есть такой продукт, назовем это, да, как виноградские усадьбы, мы их создаем, потому что это участки большие, большие означает, что там, вот семи гектар, то есть человек может построить уже, собственно, винодельню, какую-то минимальную, если у него не очень большие амбиции с точки зрения, там, супероборудование, это даже может быть такая вполне окупаемая вещь. И единственная, единственная такая загвоздка была то, что ребята из Мантры очень хотели плодоносящие виноградники, а мы не продаем плодоносящие виноградники, мы не продаем свои собственные виноградники на сегодняшний день. Но, как бы, в итоге мы нашли некий компромиссный вариант, один из них компромисс, это то, что они, да, но они, во-первых, мне очень важно, что ребята из Мантры, они вкладываются в туризм, они сейчас строят свой погребок, где они будут и бинифицировать отчасти в Амфоре, в том числе и выдерживать вина в бутылке, и там будет дегустационный зал, и это будет часть как бы туристического маршрута, это будет как бы очень важный элемент на долине, что люди могут приехать и попробовать разные хозяйства, свои философии непосредственно на разных виноградах. это такой микронапа такая, назовем это. Так, а что же случилось с проектом по строительству эко-деревни, с продажей домов и участков для высаживания как винограда, так и других культур частным лицам? Ну, как уже сказал, мы проект Усальбы продаем, просто мы это продаем немножко таким сарафанным радио, это понятно, что помимо продаж нужно еще и строить комьюнити, поэтому мы не можем, во-первых, это делать очень быстро, и мы не можем это делать очень так обширно, и мы хотим, чтобы были люди, которые близки к нам с точки зрения подхода. Хочется нормально это старая история, как бы много обсуждалось, то, что приедут какие-то там сильно коммерческие ребята и просто там построят свою маленькую будку, а дальше будут возить балк и выпускать это все, но этим риском невозможно в России управлять, поэтому тут надо просто искать людей ближе по душе к тебе, а вот что касается непосредственно домиков с видом на винограднике, то этот проект, он откладывается с 2014 года, и каждый год, когда мы планируем его запускать, что-то происходит. Обычно что-то не у нас, обычно что-то происходит, там будь здоров, как вы знаете, там новости, они поразительные, и мы понимаем, что в определенном экономическом климате нужно как бы повременить с этим. мы надеялись запустить это в этом году, по всей видимости, не знаю, не знаю, пока что другие. главное здоровье. Михаил, планируете ли вы сажать автохтоны, если да, то грузинские или донские? Мы планируем дальше сажать грузинские, мы планируем, может быть, даже помимо кахетинских, там рассмотреть имбиритинские сорта, как я, если не ошибаюсь, Актур, поправь меня, я как-то вот это разделение вижу, да. Так вот, мы посмотрим на другие кавказские сорта, буквально спасибо тебе большое по твоим рекомендациям поездили в Армении и вот попробуем. Кстати, понравилось, все было хорошо? Мне понравилось, но чувствуется, что все-таки не хватает вот таких фриков, которые есть в Грузии. Грузинские фрики, они прям настроение меняют, их можно любить или ненавидеть, но это очень сильно помогает подвижению вина и винной культуры. Армения как-то более, все это немножко более рациональные, более такие правильные, можно сказать. Другие. И вина тоже. Вы были у Ван Арди, насколько я знаю, и у этого. Да, нам очень понравилось, это прям немножко Америка, Калифорния приземлилась в Армению, но очень красиво, да, и симпатично, очень вина отдельные прям для меня открытия, вот, например, этот советский гибрид или скрещенный сорт, который мне кажется в Аннарди очень хорошо получился, и тоже одна из тем для обсуждения, потому что мы, если в тихих сортах видим очень хорошее будущее для Мцвана и для Сапирави у себя, Рокотстелли, да, но Рокотстелли, он как сорт, он более неприхотливый, и он много где получается замечательный, а вот Мцвана и Сапирави это такие, ну, более сложные, мне кажется, сорта, с ними можно больше, больше интересных вещей делать, и вот, по игристым, но здесь сложнее, здесь мы рассматривали хихви, здесь мы рассматривали там какие-то, может быть, тоже, хангун или другие сорта, которые будут вот с большим количеством кадалиев, очень длинными, чтобы можно было их использовать для игристых, потому что делать, конечно же, из шардоне это хорошо, но всегда, к сожалению, бедным родственникам из этого все выходишь. Вопрос, Михаил, что вы думаете о происходящем у ваших соседей, Шаттоле, Гран-Восток? Ну, я задаю все вопросы, Миш, которые пишут, чтобы потом не было разговоров, что что-то мы пропускаем, но я стараюсь максимально... Честно, я могу сказать, что я не знаю, что происходит, единственное, что я знаю, что их купили и не до конца понимаю, что с ними будут делать, потому что там не был достроен погреб, не была достроена винодельня, виноградники, ну, они требуют, безусловно, инвестиции, многие, скорее всего, требуют выкорчевывания, как это будет развиваться, не знаю, дай бог, будет развиваться хорошо, потому что, ну, я убежден, что Крымский район со своими там семи долинами, как вот, называли семи доли, не путать с семи горем, вот эти семи долин, они имеют очень большой потенциал, потому что это предгорные виноградники, это более там прохладная, более влажная зона, и это реально может быть очень интересно для таких более правильных сортфор. Согласен. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что будет с Аукдерой, Миша. Ты вроде бы уже говорил в самом начале, да? Ну, подробнее означает, что мы реконструируем тоннели, и там 30 тысяч квадратных метров этих тоннелей, то есть это много. Мы приняли решение не полумер, как говорится, мы не оставляем ничего, что было, мы снимаем эту плитку советскую, мы как бы полный капремонт делаем. Это очень медленно и достаточно затратно, но это меняет микроклимат. Для нас самое важное, учитывая, что мы планируем там долгую выдержку, и нам важно немножко этот микроклимат поменять, освежить. Дальше, помимо туннелей, мы снесли многие здания, бывшие цеха производственные, которые не нужны, они просто, они не являются исторической ценностью. То, что мы предполагаем может быть исторической ценностью, мы наконец нашли там некоторые технологические решения для этого, то есть мы вот сохраним соковый цех, потому что такое красивое, немножко пантерновское здание, мы там сохраним историческое административное здание, а остальное, ну, снос перестройки. Я даже, учитывая, что освобождается так много места на этой 9-гектарной территории, потому что советские заводы, это было, были заводы, 2000 человек там работало, в конце концов, а современными технологиями и современным подходом это не требуется. Так вот, я в том числе буду сажать виноградник на территории, такие небольшие кло или клеры, назовем это, которые будут непосредственно в рамках закрытой забором территории Сандры. Вот очень интересный вопрос от Павла Майорова, претендент на лучший вопрос к обоим участникам. Записывай, у меня тут этот как раз с собой ручкой. Как вам вино мантра, честно? Ну, я могу сказать, что если оно нравится или не нравится, виноват исключительно я, потому что я, ребят, консультировал непосредственно по как им технологически прийти к тому, что они хотят. И мы вот как раз первую пробу делали, потом делали вторую пробу, которая еще не вышла на рынок. И обычно, вот как со всеми брендами, мне кажется, на третьей пробе мы, может быть, нашли друг друга. Первая проба однозначно слишком молодая для того, чтобы ее так сразу оценить. Я это, у меня есть такой идеальный дегустатор в виде мамы. она самый, может быть, даже опытный и самый честный, потому что у нее весь негатив, который может быть, у нее есть, и в то же время весь позитив. Она, когда пробовала эти вины, ей, например, очень понравился сера. Это то венок, которое, вот когда она вышла на рынок, всем меньше всего понравилось. Я говорю, мам, ну, слушай, ну, серьезно, может быть, мерлон такой, там, ванильно-фруктовый, может, что-то такое. Я говорю, не-не-не-не, Миша, это Шардонеов-де-Пап. И я тут думаю, мама, ну, раз так, и она говорит, ну, просто ты должен декантировать, это три часа. Ну, логично. По сути, да, я взял дома, декантировал три часа, и через, может быть, три, три с плюсом, вино раскрылось, и реально стало вот то, что мы ищем. Очевидно, просто этому вину требуется много времени в бутылке. И, как и Шардонеов, с 17-го года могут казаться очень зелеными и ранними, так и ситуация сера. Шардоне мне нравится на сегодняшний день больше всего, но просто более готовая. Тут я их, им советовал работать не только с французским домом, но с акацией. Я люблю такой ореховый стиль. Кто-то говорил, что это там итальянестая история, не знаю. Для меня не вопрос параллеля. Мы все-таки, опять же, находимся в прохладной зоне, но где много солнца, то есть она получается и тельная, и с высокой кислотностью. И я искал какие-то варианты, аналоги, может быть, назовем это горного Шардоне. То, что делают швейцарцы, то, что делают австрийцы. И поэтому работа с акацией. В этом году мы также будем пробовать каштан. И будет что-то как раз вот в сторону ореховости при сохранении кислотности. По Мерло, но Мерло это было их желание сделать что-то такое, я бы сказал, очень насыщенное. Сейчас мы как-то потихонечку это там находим более классический для нашей зоны Мерло, более такой перченый. И более животный, нежели более ванильный. Но тут, как говорится, наоборот, я вижу, что очень позитивный отзыв по Мерло, хоть я лично бы его делал немножко по-другому. И здесь мне нравится, что есть, в конце концов, участие непосредственно ребят из Мантры, которые сейчас прям активно пробуют, отправляют, волнуются. И это, я думаю, выйдет очень хорошо. Потому что чем больше непосредственно брендов владельца всего этого процесса, тем больше будет характера в вине, и оно будет вкуснее. Если какие-то вопросы я нашим подписчикам не смогу озвучить в этот раз, то когда мы переподключимся, вы задайте еще раз, пожалуйста, какой из вин вашей линейки на данный момент полностью отражает стилистику винодельни? Наши линейки? Мои линейки? Да. Ну, мои линейки – это коллекция холостяка, лекурия, холодный душ, ну, вот этот новый проект по пино и шардоне. Это мои линейки. Есть совместный с отцом бренды, типа Левка, 9 миллион, или там Сангаре, например. Я думаю, что однозначно хорошо, что они очень лязные. Возвращаясь к моей маме, она какие-то вещи предпочитает из бренда Левкадия, какие-то вещи предпочитает из бренда Рекурия. Я вернулся. Да, отлично. Отлично. Много вопросов. Хочется столько всего тебе задать. А я мне отвечаю просто так. Никуда не спешим, надеюсь. Нет, нет, нет. Я никуда не спешу. Ты тоже сидим, разговариваем. Кому интересно. Я уже перешел с чая на Негроне. Так что потихонечку подготовимся к вечеру. Да. Ну что, задавайте. Продолжаем вопросы. Ты какие-то из первой части отметил, что тебе понравилось там? Ну, давайте вот начнем с того, что быстро вопрос, который мне задали в конце. История. Что больше нравится мне? Мне нравится все, что я делаю сейчас сам. То есть, это серогрис, классикарный. Это больше отражает именно винодельность? Меня. Бленды делаю я, поэтому, как бы честно сказать, они мне нравятся. Те бленды, которые мне не нравились, их больше не делаются. Поэтому, вот, в двух словах. Те бленды, которые делаются совместно, они совместный компромисс. Условно, то, что мы делаем с отцом, условно, возьмем, Лешкадию бренд или Тимилион, это, тут есть немножко его, немножко меня. Больше даже, может быть, его. И это хорошо. Поэтому, что бы я открыл сегодня, все зависит, с чем я буду это пить. Очень хороший вопрос. Как повлиял кризис и коронавирус на винодельческую отрасль? Вы знаете, я вот тут читаю новости, что народ пьет, 30% больше потребления. Могу сказать, что отгрузки не уменьшились, но не увеличились. Потому что, будем честными, рестораны же ничего не пьет. И да, рестораны являлись небольшой относительно долей. Мы там, три года назад сделали ставку. В основном с Андереном, в том числе, есть Ликурей, чтобы работать с сетями. И понятно, что сети пока еще открыты. Они, спасибо, Господи, хоть как-то продают. И хорошо, что в том числе еще и платят, потому что там робот принимает решения. Поэтому, в этом смысле, конечно же, это не такой негативный эффект, как, может быть, для других отраслей. Но я просто реально жду, будем честными, многие люди, многие миллионы людей на сегодняшний день остались без работы или были там сокращены зарплаты, их отправили в невольный отпуск. И у них не будет тех денег, того бюджета, чтобы потом покупать вино в ближайшее время, летом и после лета. Поэтому тут, как закончится год, сложнее сказать. Пока что временно это не самая такая потрясная ситуация. Михаил, расскажите, пожалуйста, больше про холодный душ. Откуда такое название? Ну, я в какой-то момент, когда начал, как-то, правильно сказать, более дерзко управлять процессом. То есть, я начинал с коллекции холостяка и там какие-то вещи для себя искал, правильно сказать. но потом, когда начал более активно управлять остальными своими брендами, брендами, где я являюсь окончательным лицом принимающего решения. Так вот, этикетки я решил просто так не отдавать на сторону. Этикетки и названия имею в виду. А что мне приходило в голову, когда я смотрел на определенное вино, то и попадало. я бы сказал, что холодный душ опять же, он название скорее связано с англицизмом. По-русски он как-то чуть больше режет слух как и коллекция холостяка. В реале это пришло от этого английского выражения, англосаксонского выражения, что это прозрение, потому что изначально Sauvignon Blanc в амфоре для меня было первым моим прозрением с точки зрения натуральных вин много лет назад, когда я пробовал каталонский Sauvignon Blanc в амфоре от производителя который называется Козмик и я много лет пытался именно это повторить и сам факт что это получилось вот как раз являлось для меня повтором такого прозрения и поэтому оттуда название и поэтому такая контракетка которая там пробуждает любовь, потому что меня в таком понятии натуральные вина не пробуждала любовь пока я не попробовал как раз вот этот Sauvignon Blanc подскажите какие вина проще продвигать на рынок более дорогие или менее дорогие и какие интереснее спасибо Михаил Шавин вы знаете это вот это не очень хороший вопрос потому что цена и стоимость вина это как раз разные вещи многие вина очень нам или мне кажется ценными и я понимаю в голове что их нельзя ставить по определенной цене потому что это может вызывать негатив или это наоборот может вызывать неправильные продажи объясняю многие вещи которые мы продаем возможно продавались бы лучше если бы они продавались дороже а некоторые вещи однозначно продавались бы лучше если бы они продавались дешевле но не факт потому что есть определенные ценовые пороги у каждой у каждой целевой аудитории, которые у них в голове сидят независимо, это будет российское вино, вино из Дамин Левка и непосредственно вино от Михаила Николаева младшего. Вот эти все элементы это часть конструктора человека в голове и многие говорят, я не куплю вино дешевле 500 рублей, а другой скажет, я не куплю вино дороже 1000 рублей, или наоборот я не куплю вино дешевле 1000 рублей. То есть очень сложный этот вопрос. Цена для меня главный определяющий элемент это два определяющих элемента это с одной стороны спрос предложения в таком банальном ответе, потому что если у меня большой спрос и у меня маленькое предложение, я должен продавать это дороже, потому что иначе я как бы нарушаю закон о капитализме. Это второе. Есть еще такой момент, что есть вино, которые бесценны в смысле того, что они могут жить так долго и для меня, не знаю, если Анатолий с нами Анатолий как-то сказал одну вещь и я поэтому не хочу неправильно его цитировать, но он сказал что-то из темы того, что качество вина определяется только количеством времени, которое оно может жить в бутылке. И мне кажется, когда спрашивают, что такое качественное вино, мне кажется, это очень хорошее определение. Как только Россия сможет сделать первое вино, которое 50 лет проживет в бутылке и не умрет, то есть оно доэволюционирует до хорошей стадии через 50 лет, тогда мы можем говорить о великих российских видах. И мне кажется, что вот это самое простое определение с точки зрения качества вина. И у нас есть вина, у меня есть вина, которые реально могут жить так долго, в моем понимании это прям очевидно. Со мной может быть кто-то не согласен, но здесь исключительно вопрос опыта и понимания, что ты сам делаешь. Они могут жить 20-30 лет, у меня маленький объем, мне нет успешных продавать, они будут только лучше позже. И в этом смысле я поэтому ставлю определенные цены, которые я бы сам заплатил за это вино, с одной стороны, и с другой стороны, где я понимаю, я просто могу это вечно продавать. Относительно вечно. Мы, понятно, что не вечные, но как-то так. Понятно. Вопрос, с чем связан ребрендинг? Почему такой лаконизм в этикетке? Лаконизм. Очень хорошее слово. Лаконизм, мне кажется, в жизни надо больше видеть лаконизма. И я просто сторонник такого подхода с точки зрения виноградников, производства, виноделия, может быть, и в конце концов, этикеток. С одной стороны. С другой стороны, этот лаконизм связан с тем, что мы хотели во многих этикетках воссоздать, вот возьмем, например, пример Ликури или пример Холодного душа. В моем понимании есть из российской, из русской выписти есть только одно движение, которое на глобальном уровне знаменито, это авангард. И русский авангард, он реально русский, назовем это так. И мне хотелось, когда мы делали бренд Ликури, и мне хотелось, чтобы это вино было для России авангардным. С одной стороны, цене, которая доступна, я бы сказал, большинству потребителей, большинству регулярных, может быть, потребителей, правильно так сказать. С другой стороны, стилистики, которая более современная, более международная. Тут мы, многие вина, они же теоретически попадают и под классификацию Сан-Сюльфит, они очень такие максимально натуралистские, максимально современные с точки зрения тенденций и трендов, которые есть в глобальном виноделии. И мне хотелось, чтобы, когда мы выходили на экспорт, этикетка, она вот как-то ассоциировалась с Россией. Потому что, особенно на экспорте, понятно, что большинство российских этикеток, они ничего российского не имеют. Это может быть Чили, это может быть там, не знаю, это вот нету такой четкой ассоциации. Мы хорошо понимаем, что такое немецкая этикетка, там, ну, большинство потребителей, я бы сказал, рынок даже. Мы достаточно хорошо понимаем, что такое французская этикетка, там, условно, бургундская и бордовская этикетка. Но потом, глобально, сейчас многие страны потихонечку начинают понимать, что их упаковка в целом, не только этикетка, но и бутылка, и многое другое, должно как-то напоминать и должно как-то вписываться в общую картину страны. Для меня хороший пример, это новые движения в Испании, это как раз молодые ребята, Командо Гэлли, там, кто-то другое. У них бургундские этикетки, бургундские бутылки. У них, потому что, очень такой бургундский, фермерский подход ко всему. И мне кажется, это правильно ассоциативный ряд уходить от пышных необордовских этикеток, там, старой риохи, к чему-то более такому фермерскому, бургундскому. В России я наблюдаю такую историю с бутылкой, ну, по крайней мере, с моей там, колокольни, это так кажется, что мы, большинство производителей, которые непосредственно про виноградники, а не про что-то еще, мы начали переходить на бургундскую бутылку. Это видно особенно в Крыму. И вот мне хочется повторить вот эту идею, поэтому, например, всю ликую сейчас я перевел на бургундскую бутылку. Весь наш будущий проект с отцом он в бургундской бутылке. И думаю, что, ну, только отдельные вина по традиции останутся в бордовской бутылке, как Левкодийский Моносорта или Рибер. Очень хороший вопрос, Миша. Извини, пожалуйста, ты давай договори, а я потом задам. Не-не-не, давай вопрос, я просто записываю себе вопросы. Ваша супруга планирует создавать собственный бренд и выпускать вино в рамках семейной винодельни. Так ли это? Да-да, я вот это хороший вопрос. Ну, я, как и говорил раньше, мне очень нравится, когда есть кто-то, кто приходит и много себя видит и, соответственно, и вкладывает в каком-то определенном вине, в каком-то определенном винограднике. Я вот говорил раньше про то, что мне нравится, что ребята мантры начали волноваться и вкладывают свое время в это вино. И я долго стараюсь как-то супругу потянуть, ну, может быть, ты тоже сделаешь какой-то свой проект, свое видение. И мы так полушуча можем сказать прийти к тому, что есть определенное вино, которое не имело, правильно сказать, определения. Это был некий эксперимент. Экспериментов мы делаем очень много. и вот она решила, учитывая всю ситуацию в мире и в жизни, выбрать непосредственно это вино для такого лимитированного микрорелиза в этом году. Так что, да, будет... Название уже придумали? Да, но я думаю, лучше она расскажет про название и почему такое название. И это будет понятнее из ее уст, нежели там, я там что-то не то скажу. Михаил, можно ли на небольших ориентированных на турист заниматься энотерапией? Ой, ну, сложный вопрос. Когда мой отец начинал проект в 2006 году, он даже разрабатывал наш собственный бренд такие эно-продуктов, косметики и прочее. И было, там, было, во-первых, другая Россия, были другие мы и были большие амбиции. И тогда это как-то не запустилось. Мы, конечно же, считаем, что есть очень такой актуальный вопрос по, ну, правильно сказать, антиэйджу, по естественному оздоровлению, по здоровому и правильному образу жизни. И для меня вино однозначно в это вписывается. Но в том числе и вот эти побочные продукты именно делия, как кожица или семечка и прочее, которые можно использовать в бьюти-процедурах. Так вот, пока что строится некая баня, сразу скажу, где будут некоторые видные процедуры у нас там на территории долины. Баня, это может быть не очень красивое слово. Спа-центр можно назвать это. Но он небольшой и такой достаточно камерный. И это будет в ближайшее время. Там его частично зарабатывают, частично перестраивают. Но собственные продукты это должна быть немножко другая индустрия и должен быть немножко другой рынок. Как ваши успехи с выращиванием трюфелей в долине? Успехи пока что такие тяжело, потому что оказалось, что наш консультант, у которого у самого успешная плантация, правильно сказать, вот этих зараженных трюфелем Дубков, он не такой профессионал, как наши новые ребята. Они чисто случайно мы наткнулись на итальянцев, которые являются очень крупными дистрибуторами трюфеля в мире. Они для спортивного интереса приехали сами за свой счет, за свои собаки, вообще никаких денег не взяли, только чтобы посмотреть, а можно ли оказывать в Снеге России выращивать хорошие, ну, сажать хорошие именно зараженные деревья, потому что тут микроклимат очень сильно влияет, и они нам объяснили, где мы немножко ошибались, там нужно было подрезать деревья, нужно оказываться все-таки у нас суховато, то есть нам нужно все-таки поставить там полив, и прошло уже 9 лет, да, мы нашли трюфель, будем честны, мы его нашли, но мы его нашли немножко не в сезон, и мы его нашли немножко не в том состоянии, в котором он должен быть, поэтому, чтобы он был идеальным, мы сейчас какие-то вещи меняем, может быть, что-то уже этим летом или следующей осенью появится. Многие люди берут вино Италии независимо от цены, как завоевать доверие, чтобы больше покупали именно российское? Ну, я думаю, что единственный вариант это пробовать, ну, хочется верить, что, во-первых, люди, когда пробуют, они знают, что они ищут, это тоже немаловажно, очень сложно, не знаю, какой у тебя опыт, но у меня очень такой смешанный и смешной опыт дегустации с многими людьми, не хочу это негативно сказать, но просто есть уже определенные предрассудки, определенные стилистические предпочтения, есть реальный климат российский, которого не поменяешь, и тут надо понимать, что, безусловно, мы не делаем и не можем делать вино для всех, Россия не может импортозаместить всех и вся, и мы не должны это делать, мы должны делать что-то со своим характером, и мы найдем своего потребителя, и мы найдем его, безусловно, я думаю, способом дегустации, ознакомления, и просто из года в год делать лучше и лучше. Так, Михаил, благодарю вас за ответ о этикетке, теперь стало яснее, что произошло. Скажите, эта история где-то описана, я сейчас пишу посты о логотипах и виноделинах, им нужен материал о ликурии. У нас есть презентация, где мы рассказываем, почему мы решили сделать амангардную этикетку, но в двух словах ответ очень простой. Хочется поставить что-то русское на этикетку, что-то российское, правильно сказать. А российского искусства, ну, есть не у Петровской там Хохлома, где хороший пример может быть Ведерников в этом направлении, а есть вот авангард. И для глобального рынка вина безусловно русский авангард намного более позитивная вещь, нежели такая для меня старомодная история с Хохломой. Стефания будет лучшим амбассадором проекта, мы не сомневаемся. Михаил, почему вы ведете эфир с детской и без боксов вина? Потому что у меня кроме детской ничего нет, у нас не такая большая квартира, и вот эта зона работает моим кабинетом, теперь детской. И очень удобно, поэтому у нас как бы в таких условиях все замечают. Я нахожусь в Подмосковье. Да, а можно назвать вино в ее честь по поводу Стефании. Как часто вы пьете вино и в каком количестве вне работы? Вне работы. Ну, сейчас больше, чем раньше, потому что есть больше свободного времени и как-то даже времени, чтобы реально что-то продегустировать. Стараюсь как-то заниматься в том числе и спортом, поэтому много вино безусловно мешает для этого. А так не могу сказать точно количество, но стараюсь однозначно несколько раз в неделю что-то и свое попробовать и что-то новое попробовать. Михаил, как успехи с домом для пожилых, которые могут проводить время в долине? Пока что это на таком на большой паузе. Мы исследовали рынок, увидели то, что оказывается даже в Подмосковье, учитывая ту массу населения, количество хосписов не очень большое. И возможно это связано с нашей культурой в России. Это в принципе позитивно с одной стороны, но просто понимая, куда двигается мир, это тяжело будет. Квадратный метраж совмещать с вашими родителями, с их родителями и с вашей семьей. Возможно культура как-то поменяется, но здесь я не готов сказать. Пока что хосписы рынок очень маленький и для нас не является приоритетной. Михаил, какой вы получили опыт из проекта Fanny Adams с Владимиром Басовым, плюсы и минусы? Ну, вопрос такой интересный, тяжелый вопрос, правильно сказать. Я думаю, что из плюсов мне понравилось вот такое выражение Владимира, что вино есть вибрация. Очень такое неоднозначное безусловно там выражение и чувствуется, что человек безусловно много пробовал и имеет свое мнение. Это всегда очень-очень интересно и приятно. Какие-то вещи нравятся, какие-то вещи не нравятся, но мы же в начале пути в каком-то смысле мы делали для себя и то, что из того, что мы делали для себя понравилось в том числе и Владимиру. Я рад, что мы нашли какие-то общие вина. А дальше куда видит движение Владимир, куда видим его мы, оно первички где-то соприкасается, а где-то отличается. Например, из таких более философских вещей я считаю, что виноградник глобально в течение 21 века будет роботизирован. И не считаю это негативным последствием, потому что роботы они на сегодняшний день работают лучше, чем средний, не специализированный и не сильно мотивированный виноградарь. Но то, что это уберет душу у вина, с этим я не согласен. Я считаю, что виноградник, если ему дать жить максимально естественно означает уксус, потому что виноград, лоза это лияна, которая хочет создать фрукт, который не съедят какие-то птицы и животные, который сможет воспроизвестись. Поэтому если не контролировать ее никак, это будет плохой уксус. Слова, кстати, Луи Пастера, который очень всегда любил говорить Патрик как ответ на тему натурального вина. Но вот помимо этого есть какой-то уровень контроля и уровень взаимодействия и совместной жизни, вот этой жизни в гармонии, который я считаю может быть при работе на виноградниках не людей. Вот так. И вот здесь как бы очень философские вещи. Я думаю, что основная задача винодела и виноградаря это работать мозгами, это видеть природу, свою территорию правильно понимать, искать вот эту жизнь в гармонии, баланс на винограднике и дальше кто непосредственно будет это выполнять, тут уже более... А ты уже видел где-то такие вот высокотехнологические сборки на виноградниках? Я видел такие сборки, там, тестировали в Бордо, я знаю, там даже Муэк тестировал такую вещь, потому что начнем с того, что если мы перейдем на электрический трактор или мы перейдем на лошадь, по сути, главный плюс в том, что мы уйдем от внутреннего сгорания, то есть мы уйдем от дыма, который не должен присутствовать на винограднике, поэтому электрический трактор интересная история. Дальше анализ ягоды, понятно, большая проблема, что возможно это станет так классно, то есть робот когда проходит, он сможет так хорошо анализировать ягоду перед тем, как он будет ее собирать, что потеряется вот этот элемент, если все идеально ровно сделано, вино, извините, вино часто неинтересно, хочется вот эта небольшая загадка, небольшая ошибка, небольшая изюминка, которая делает вино на небритости, которая делает вино уникальным живым продуктом, и поэтому вино у двух соседей из единого сорта может быть такой принципиально разным, поэтому небритость нужна, и тут вопрос именно работа определенная, но я, например, видел, многие операции могут быть роботизированы, я был на новом бензоводе, по такому назовешь, там, от Шандона, где там вместо 400 человек работают 100, потому что основные операции с бутылками в течение трехлетней вытяжки, они роботизированы, и это выглядит немножко странно, но это будущее. Согласен. Михаил, вопрос по поводу возрождения ваших собственных винотек, есть ли такие планы? Фух, ну, господа, не знаю, это вот, это отдельное направление, отдельное финансирование, пока что мы скорее занимаемся виноградниками, часто приоритетами. Сыроварню для посещения гостей рассматриваете открыть? Ну, уже же мы говорили, что сыроварня... Она не наша, да, как это будет дальше двигаться, не знаю. Вопрос о том, как часто пьете вино, как часто ваше или российское в целом? Уф, среди российского признаюсь... Вопрос такой, абстрагироваться, что, понятно, каждый пьет свое вино, там, ну, я знаю, что ты очень много дебультируешь и коллег вин, тебе это интересно. Что за последнее время из российских виноделий тебя удивило? Я не знаю насчет удивило, но могу сказать, что у меня есть свои там любимчики у многих производителей. Есть свои нелюбимые вещи. Про нелюбимые говорить я не буду, потому что, ну, смысл. У всех свое есть видение и мнение. А любимчики, вот возьмем, не знаю, мне нравится пинонуар Олега Ряпина, если мы берем там пинонуары. Мне нравится пинонуар Сикорский, потому что мне нравится клон, который у них такой прям фруктовенький. Мне в целом нравится пинонуар Дневноморки. Многие годы он, интересно, мне кажется, получался. Ну, как бы, это все пинонуары жаркого климата. Мне нравится Сера Олега Ряпина, потому что мне нравится Олега Ряпина, мне нравится Сера, и, по-моему, Олега Ряпина, как я надел, которые делает Паша Швец, например, тот же траминер или мускат оранжевый, но я любитель оранжевых вин и люблю ароматные сорта оранжевой стилистики, поэтому тут как бы на меня это очень позитивно влияет. Так же, как, не знаю, Костя Зитоев, Константин Зитоев имею в виду, который также делает хорошие оранжевые вины. И есть, вот не знаю, с Димноморхи мне некоторые года очень нравились Сера, опять же, вся система Сера. Вот из винограда, потому что мы покупаем виноград, мне нравится новый проект «Скалистый берег», мне нравится очень «Каберне Савиньо», который мы там пару лет покупали, пробовали. Мне нравятся вот новые пробы Алексея Толстого с пино-нуаром «Галицкий-Галицкий». Мне понравилось там «Розе» из «Галицкого-Галицкого». Это я бы сказал две вещи, которые для себя бы отметил. Не нынешний, по-моему, следующий релиз «Пино-нуара» и, по-моему, нынешний релиз «Розе». Или, не знаю, он пускал его или нет. Такой «Розе де Сене». В целом, у всех можно найти что-то такое интересное. Я признаюсь, я не очень много пробовал Крыма, не пробовал всех этих великих звездных вещей, которые там периодически что-то выигрывают, но, надеюсь, как-то до этого дойду. Дойдешь, дойдешь. Каков статус выхода продукции на рынок ЕАЭС? ЕАЭС. ЕАЭС – это наших соседей? Евразийский, да. Евразийский рынок, он еще беднее, еще меньше, чем российский рынок. Зачем туда выходить? Чтобы продавать, как это делают определенные наши российские производители, сотнями тысяч бутылок, дешевое вино, откровенно, смутного для меня качества в Казахстан, Белоруссию и, не знаю, в Луганске и в Донецк, не знаю. Мне, конечно же, интересны рынки с точки зрения этих рынков, потому что там нету барьеров. Но им не интересны российские вино в целом, потому что они как рынки намного менее развитые, будем честными. И казахский рынок, и белорусский рынок, поэтому тут сложно сказать. На сегодняшний день лидирующие рынки, которые открыты, в моем понимании, это Benelux, я об этом, кажется, писал Wine Spectator, и у нас хорошие результаты там, это Скандинавия. Супер принасыщенный английский рынок, туда прям не хочется. Хочется американский рынок, но он большой, сложный и как бы надо над этим работать. На китайском рынке, ну, мы сейчас пока что нашли партнера, посмотрим, как это будет двигаться. Это всегда очень сложный вопрос, но думаю, на китайском рынке тоже что-то будет, потому что китайский рынок такой большой. Это прям реально вся западная цивилизация в одной стране, и там, понятно, разные регионы совсем по-разному реагируют. Но как зацепиться где-то было бы очень-очень позитивно, потому что мне бы хотелось, чтобы одна треть нашей продукции однозначно выходила на экспорт, потому что где-то треть нашей себестоимости является валютной. Поэтому, если у нас нет валютной выручки, это большие очень риски для нас. Очень хороший вопрос от нашего постоянного подписчика. Ваш ребенок тянется к вину. Как вы думаете, он станет виноделом? Вопрос такой. Ваш ребенок тянется к вину, и как вы думаете, он станет виноделом? Ну вот, мой ребенок, во-первых, ему буквально исполнился годик. И годик, мне кажется, все-таки рановато, чтобы он активно продегустировал вино. Я первый раз попробовал вино в восемь лет. Я знаю, есть культуры, где это и раньше делается, но мне кажется, чем ближе к пубертату, тем лучше. Это вот единственное, что могу сказать. Так вот, будет ли он виноделом или нет, мне бы хотелось пожелать, чтобы ему этот мир, эта культура очень нравились, потому что мне кажется, я в этой индустрии, потому что мне нравится не только то, что мы делаем сами, но как она живет. И я не говорю только про Россию, я имею в виду глобально, как она живет. Есть вот фильмы серии «Сомелье», второй и третий, «Сомелье на донышке» и третий. Когда я их смотрю, они так сильно вдохновляют, потому что такое количество людей этим живет очень по-разному. И это такой сельхозпродукт, который очень неоднозначный, очень уникальный. И мне бы хотелось, чтобы он был частью этого мира. Будет ли он винодел или будет ли он как-то по-другому связан? Ну, главное, чтобы он не потерял контакт с этим. Миш, скажи, пожалуйста, какие фильмы повинут, ты рекомендуешь посмотреть нашим подписчикам, зрителям? Ну, вот я говорил про серию «Сомелье», «Сомелье», «Сомелье» называется. Ну, вот я поэтому и хочу. Да, да, да. Как называется? Хороший вопрос. «Сомелье» или «Сомелье», по-моему, по-русски. «Сомелье на донышке» – это вторая часть. И «Сом-3». А, по-моему, сейчас уже они выпустили прям целый проект. Очень много этих сериалов. Это кто? Кто это делал? Чей это проект? Американцы делали. Я не помню, кто, но мне нравится, как оно снято. Мне нравится лаконичность. Мне нравится по-американски, что все структурировано с точки зрения ответа вопросов. Там мало избыточной воды. И очень настроительная тема. То есть, если не хочется, например, сегодня вечером выпить бокал вина, потому что устали. Вот смотрите фильм. Я готов гарантировать, что придется выпить. Потому что прям так смачно все снято. Так люди с такими эмоциями там говорят. И так все разложено, что очень хорошо. По-американски они это продвигают. Для меня, вот помимо этого фильма, конечно, настроительские фильмы, там условно «Хороший год» или какие-то другие. Я сейчас не могу ничего припомнить. Они тоже симпатичные. Но это уже не только про вино, это просто другое. А вот про вино, сом на донышке и третья часть. Прям, я думаю, обязательный просмотр. Я хотел это сделать, обязательным просмотром у нас на винодельне. Пока что я не нашел русскую версию. Может быть, она есть? Ребята, комментируйте. Миш, скажи, вот такой вопрос я тебе задам. А вот завтра какой-нибудь большой дядя придет и скажет, я у вас покупаю всю винодельню. Все виноградники я забираю. И, в принципе, вопрос же цены, да? Насколько будет интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться? Чем ты будешь заниматься, если не вином? Ну, окей. Начнем с первого вопроса. Большой дядя. Но то, что однозначно все в жизни, к сожалению, если мы рассматриваем это как бизнес, имеет цену, кроме условно-чести и совести, да? То в этом смысле, безусловно, я не отрицаю, что есть такая возможность. Но то, что мы выйдем полностью из виноделия, как семья, я не думаю, что это произойдет. То есть мы, может быть, продадим существующее предприятие, часть существующих виноградников, но некоторые виноградники однозначно останутся у нас. Это на тему любимчиков. У меня, может быть, не все винолюбимчики, но есть виноградники-любимчики, где можно делать очень разные, очень классные вины. И вот виноградники однозначно мы бы сохранили и делали из этого какой-то, может быть, другой проект. Молее маленький, более камерный. Так вот, чем я занимался, вторая часть вопроса. Мне всегда очень нравилась недвижимость. И, в принципе, Долина Левкадья как проект, это во многом и девелоперский проект, потому что, да, есть элемент виноделия, и был элемент сыра, есть элемент туризма, но есть элемент как раз девелопмента. И для меня строить, физически строить, я имею в виду, и создавать жизнь и тот контекст мира, в котором ты живешь, это очень интересно. Я вот, знаете, разные дети играют в разное, я играл в кубики в основном и строителям играл. Поэтому я вижу себя, может быть, в этой отрасли больше. Михаил, сейчас наблюдается приход крупных инвесторов в виноделии. Вначале это определенно полезно. Не окажет ли это медвежью услугу в перспективе? Как это видно по зарубежному опыту? Какой зарубежный опыт, не знаю, потому что, да, идет агломерация определенных крупных зарубежных брендов. Например, самая печальная история, это как Роберт Мандави продал, именно Роберт Мандави как бренд, продал свою винодельню этим Constellation. И он все деньги, он, во-первых, ладно, он ничего не оставил детям, но это уже философский вопрос, надо ли ничего-нибудь оставлять детям. Но он все отдал Дэвису, но главное, что он продал фамилию. Они не имеют права делать вино собственной фамилией. И для меня это вот перебор, что сделал Мандави, особенно он сделал в пику, учитывая, что ладно, если бы его дети, они бы там сидели где-нибудь в Лондоне, в Нью-Йорке, никакого отношения не имели. У него оба сына, оба, и дочь, по-моему, тоже, все занимались вином. Тим был виноделом, Опуса был виноделом других, там, Майкл был негациантом, даже какое-то время работал виноделом. И они просто, вот, я вот общался с Тимом, он говорит, не представляете, твой отец продал, я мужик, который уже в возрасте, мне там было 50 лет, когда он продал это, я в возрасте, я не могу, вот, единственное, я всю жизнь работал виноделом, и сейчас у меня нету даже возможности делать вино под собственной фамилией. Это как бы, ну, это просто предательство. И в этом смысле это плохой опыт. Какие-то другие вопросы, там, условно, что LVMH скупил все крупные бренды шампании, это немножко забавно, но в пику идет движение рекольтантов шампании, да, и рекольтанты потихонечку поднимаются с точки зрения дистрибуции, с точки зрения цены. Да, они пока еще не в той цене, как Дом Перенен или Крюг, но у них, может быть, и не те виноградники, как Дом Перенен и у Крюга. Все-таки у Крюга есть на Бенгин, возможно, это лучший виноградник шампании, там, я не буду спорить с кем-то, но, по сути, я думаю, что есть разные примеры. В России я думаю, что винограды с виноделия в каком-то смысле будет в плюсе. Если мы, конечно же, потеряем маленьких фермеров-ремесленников, это будет катастрофой. Но не думаю, что мы их потеряем даже с приходом больших инвесторов в этот образ. Согласен. Вопрос о семейном бизнесе. Как часто вы боретесь за мнения? Как находите компромиссы? Ну, вначале было тяжелее. Сейчас у нас есть разделение, которое более понятно, условно, есть итоговый брендодержатель по Левка Дети Миллиону, это мой отец, да, итоговый брендодержатель по Колесо Холостикари, там, Ликури, или по Холодному Душу. И вот в таком смысле это легче. Должен быть какой-то один человек, который в итоге принимает какое-то решение. По туризму этот итоговый человек, мой отец, я вот как раз, у нас разделение, я занимаюсь вином, виноделем и продажами, а он занимается туризмом. И мы как бы друг друга в этом смысле критикуем. Ну, какие-то вещи я пытаюсь добавить, преподнести. Но здесь, я думаю, как раз разграничение – это лучший способ ухода от конфликта. Виноделие стало для вас бизнесом или все же увлечением? Ну, мне кажется, любой успешный бизнес – это увлечение. Вот это однозначно мое мнение. Если человек, так говорят, японцы не делают бизнес, если нету кого-то в группе инвесторов, который не помешан на этой теме. Так вот, мне кажется, что если нету такого прям реального увлечения, мало что бывает успешно. И это в любевой сфере. Поэтому для меня, безусловно, это, как я уже говорил, некий мир, некая жизнь. Но это в том числе и бизнес. То есть, когда мой отец начинал, многие вещи были сделаны, я бы сказал, нерационально для российского рынка. Я сразу скажу, потому что в России невозможно продавать вино, которое получается с той себестоимости, которая изначально была заложена в изначальный проект. В Европе нам бы было не проблема продавать это вино. Но российский рынок, как мы начали говорить, он по-другому воспринимает на сегодняшний день российское виноделие. Он даже злится, когда он видит цены выше определенной своей планки. И это невероятный негатив. Такого негатива нету нигде, как есть в России, к российским продуктам. Настольная книга винодела. Ваши рекомендации? Ну, я вот не могу сказать. Точно нет ответа. Нет ответа. Как вы представляете виноделие России в 2045 году? Все роботизировано, и кроме полосы России и Подмосковья можно будет делать виноград, наверное, ничего не будет. Нет, ну, я думаю, что, во-первых, роботизация, то, что я говорил, это тема... Можно сейчас и поменьше? Наушники. А и как слышно нормально без наушников? Ну, просто там еще маленькие, и он может периодически... Ага, все понял. Квартира не такая большая. Окей, так вот. Я думаю, что, во-первых, может быть, только лучше, потому что хуже некуда, в моем понимании. Я очень надеюсь, что будет больше виноградников, и думаю, что их будет больше. Думаю, что если мы, как народ, не поменяемся, и это очень такое, может быть, плохое выражение, народ менять не поменяешь, и его менять, может быть, и не нужно. Но если не поменяются отношения, то будут продолжать существовать такие споры, как, почему вы сажаете Каберне-Саминьон в России или Каберне-Франк, почему вы не сажаете везде красностоп. Будут продолжаться эти споры однозначно. Это неизбежный конфликт русофила и русофоба. Думаю, что это будет часть виноделия и в 2045-м. Интересный вопрос. Почему вы откатились в цене на ЛИПК-1? Мы откатились в цене? Да, от какой-то информации. В смысле откатились? Я думаю, единственный вариант, чтобы откатились в цене, это нужно сказать спасибо дистрибутору, что он откатил цену. Потому что наша цена за эти годы, она не менялась принципиально. Единственное, может быть, с появления больше виноградников, мы понимаем, что есть больше вина, который нужно продавать сегодня и сейчас, потому что есть финансовые нужды у предприятия, и какие-то вина могли стать дешевле. Сколько вы сейчас производите в общей сложности? Ну, в зависимости от бренда. Бренд Левкадия сейчас где-то 20 тысяч бутылок. Раньше это было 60, но он сильно упал в объеме. А бренд Тимилион это те же 20, но чуть меньше, там 17-15, в зависимости от года. Бренд Ликурья, если взять все вместе, ну, где-то, может быть, 250, по-моему, мы считали, тысяч бутылок в год. А бренд Сокдерея мы где-то делаем миллион бутылок под Вадим Грандом. Понятно. Бренд Мантра, по-моему, 35 тысяч бутылок. Михаил, у вашего вина и у российского вина, в принципе, как вы думаете, есть перспективы за рубежом? Я думаю, да. Я думаю, что, ну, начнем с того, что любой производитель должен себя задавать вопрос, когда он выходит на глобальный рынок, как он себя будет презентовать. В этом есть успешный пример, например, те же грузины, мне кажется, и, например, та же Словения. Словены и грузины, они создали некую нишу вокруг оранжевого вина, которую они потихонечку начали так немножко обглаживать другими винами. И хорошие, там, хорошие, успешные примеры выхода на глобальный рынок в последние 10 лет. Дальше понятно, что из глобального рынка какие-то ребята уходят. Вот, ну, не знаю, как ваше мнение, но мне кажется, что ЮАР будет страдать, и будет потихонечку уходить. А на глобальном рынке Чили потихонечку меняется. Они же изначально в 80-х выходили с максимально дешевым вином, но сейчас они хотят показать то, что, да, у них есть и классные виноградники, и, как бы, дешевые Чили. Это, ну, как с кавой, условно, да, вот с выходом корпината из-за пилосиона кавы. Вот в России нужно понимать, что у нас есть вина, которые очень конкурентны по сравнению с нашими соседами. То есть это все, что касается СНГ и бывшей страны соцлагеря. И это связано с тем, что в России немалые деньги пришли в виноделие. И главное, что подход такой сразу был, давайте мы научимся делать хорошо, а потом мы будем еще делать лучше. И в этом смысле мы не единственные, которые с таким подходом пришли. И мне кажется, вот эта внутренняя такая конкуренция, внутренние амбиции, они создали для меня высокий средний уровень. Учитывая, что у нас так мало производителей, средний уровень не низкий. По сравнению с многими другими странами бывшего соцлагеря. Поэтому на этом фоне, если мы конкурентны в рамках Восточной Европы, дальше следующий шаг это понять, где наши уникальные конкурентные преимущества. И вот двигаться по ним. Никто же не говорит о том, что нужно, как чилийцы, постараться завоевать весь глобальный рынок. Присутствовать везде. И в Китае, и в Японии, и в США, и в Европе, и в Чили. Они везде. Я думаю, что это не задача российского виноделия, потому что у нас не так много виноградопригодных земель, у нас объективно не так много виноградников, у нас еще долго будет выше себестоимость, чем у большинства других стран. И нам лучше бы, конечно, сконцентрироваться на чем-то таком узком. В моем понимании, я давно-давно агитирую, мы должны сконцентрироваться на органических винах, на акцент на чистоту нашей природы. И в целом в нашем сельском хозяйстве говорить о том, что Россия это страна с достаточно жесткими законами. Будем честными, что у нас вина не порочные, потому что у нас очень жесткий гост. Им нельзя выпускать порочные вина. Мы можем говорить об этом как о более здоровом вине, и нам нужно заниматься более здоровыми виноградниками. Я имею в виду больше органических виноградников, сертифицировать их, и вот как-то продвигать себя, как зеленая страна. Внутри собственной головы в том числе. Думать о том, что если ты делаешь вино в России, задумайся над темой эко, задумайся над темой органических виноградников и сделай что-то для глобального рынка, что будет ассоциироваться с Россией. Китай – самая хорошая губка. В Китае воспринимают Россию как страна, где есть реальные коровы, есть пчелы, и, соответственно, есть нормальный мед, есть нормальное молоко. Это большая зеленая страна где-то там на севере. Мы там, китайцы толпами ходят, а у нас все так размеренно. И в этом смысле некая такая швейцария евразиатская, евразийская швейцария, извиняюсь. Так вот, эта евразийская швейцария, ну, в каком-то смысле даже похожа на швейцарию, мы своих не сдаем. У нас очень много этих секретов. У нас большая любовь к бункерам. Так вот, и большая любовь, как раз, мне кажется, к сельскому хозяйству, которое надо взять на вооружение. Миша, твои мысли по поводу нового закона, который должен наступить 26 числа. Я так понимаю, что поправки вноситься не будут и ничего приниматься не будет в такое время, да? Но закон вот в таком виде, как он, по сути, появился, и он и вступит в силу. Или же, как ты думаешь, отложат его вступление в силу или нет? Ну, поправки неактивно принимали все это время до появления пандемии, да? И для меня вот все эти кулуарные наши инициативы, я это воспринимаю как кулуарную инициативу, они все не до конца понятны. И не до конца понятны для кого, для чего и как это, в конце концов, будет решено. То есть это может быть решено в каком-то кабинете, заднем до голосования, и так проголосует Дума, будем честны. И в этом смысле, как это закончится, вот это, ну, вот это как бы некое шоу, вот так и будем жить. Потому что сильно надеяться, с моей точки зрения, чтобы повлиять на это, чтобы там какие-то вещи сделать более разумными или, наоборот, более жесткими, это вот, к сожалению, не в нашей, не в моей силе, однозначно. Понятно. У нас остается очень-очень мало времени. Как ты думаешь, кому можно было бы за вопрос вручить книгу? Честно сказать, вот, было много хороших вопросов, но, возможно, самый правильный вариант это, что для вас был холодным душем. Или, ну да, думаю, что это самый правильный вариант. Потому что тема, которую мы не обсуждали, кстати, по поводу российского вина, что в том числе, как это все, как действительно упаковывать, их называть. Почему у меня второй в шорт-листе был про лаконичность. Я считаю, что, ну, у меня такое внутреннее мнение, что мы так достаточно северная страна, мы близки к Сандинавии, мы должны думать о лаконичности в целом. И так нас воспринимают очень часто за рубежом. И я думаю, что как раз вот вопрос лаконичности в вине, в упаковке и вот в названиях он должен быть. Поэтому вот давайте выберем того слушателя, как правильно сказать, слушателя, который написал про холодный душ, что для вас было холодным душем. Конечно, было очень много интересных вопросов, особенно... Спасибо за большое количество вопросов. На самом деле очень много, о чем хочется поговорить. Ты очень интересный собеседник, как всегда, и особенно с тобой интересно дегустировать. И если кому-то это повезет, то это очень хорошо, потому что послушать Мишу довольно интересно. И у него абсолютно свой взгляд, свое видение. И все эксперименты, которые делаются в самом хозяйстве, они действительно очень радуют, потому что ни один вариант друг на друга не похожий. Самое интересное, что я обратил внимание, что если Михаилу не нравится какое-то вино, он даже не хочет его вытаскивать на стол, говорит, нет, нет, это мы не будем пробовать, все равно ему не нравится. Вот, Миш, огромное спасибо тебе за сегодняшний эфир. Огромное пожелание здоровья всей твоей семьи, побольше сил. Да, спасибо всем нашим подписчикам, все, кто нас слушали. Мы постараемся сохранить этот эфир, обе части. И, конечно же, не болейте, давайте будем надеяться на то, что как можно быстрее все это нормализуется, и мы сможем посетить такие замечательные хозяйства, как Левкадия, где действительно по-семейному, по-уютному. Я до сих пор не могу никак забыть по поводу завтрака, который приезжаешь, и там завтраки просто нереальны. Вообще все вкусно. Ощущения всегда очень приятные, домашняя атмосфера. Поэтому дай бог здоровья всем. Миша, тебе спасибо еще раз. Я думаю, что у нас с тобой еще может много интересных эфиров быть. Пускай наши зрители задают вопросы, мы их соберем и как-нибудь опять выйдем в эфир, пообщаемся. Огромный привет, Стефания. Спасибо, передам обязательно. Давайте. Привет за Рэми, всего доброго. Всем пока, спасибо, что были с нами.